Альманах интеллектуальной истории И у нас сегодня будет два мероприятия Одна презентация вот этой книги «Святой год. Святая бедность. Сантуарий» Автором которой я являюсь И вторая это по просьбе университета Я расскажу о диалоге со временем Его работе и последних номерах Которые отражают конференцию Прошедшую в Москве Но организованную международными силами С проблемой идентичности В которой были участниками И ваш профессорам В частности Господин Маслов Который меня представил Так что приходите и на вторую презентацию А сейчас начнем Как вы видите Здесь На обложке Довольно интересная Картинка Это действительно картинка Крупописи Книги С помощью которой Я как-то стараюсь Привлечь внимание читателя Но в ней в общем-то Зашифрованы все темы С которыми Имеет дело Исследователь Средиземноморской Городской культуры Итальянской Вот здесь Вы видите На щите написано Лекс По латыни Это что? Закон 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 А вот Аллегория Вторая фигура Она кроме того Что тоже имеет Своё латинское название Мы потом о нём поговорим Но ещё и облачена В роскошной Я бы сказала Одежды И эту миниатюру Нарисовали В городе Прату Который с одной стороны Славился как раз Как центр производства И продажи тканей А с другой стороны Центр довольно интересной Ренессансной культуры Достаточно сказать Что вот текст Этой рукописи Писал Учитель грамматики Петрарки И вот Этой картинкой Мне кажется Я могу ввести Своих читателей И искушённых И не искушённых В этот особый мир Цивилизации Средневековой Городской культуры Италии Важной для всех Кто изучает В принципе Европейскую Западноевропейскую Шоро-средиземноморскую Культуру А название книги Так же как Название моей Сегодняшней презентации Это Сумтуарий Святая бедность Святой год Это Не Такие уж Простые Понятия Святая бедность Связана с Представлениями О Нищенствующих Святой год Это Год христианского Юбилея Который имеет Корни ещё Ветхозаветной Культуре И реализовался В позднее Средневековье А Сумтуарий Это Сумтуарий Сумтуарий А потом Вот это Последнее Что я описала В своей дипломной работе И даже в кандидатстве Вот моё исследование Ах же ещё Историографию Но на самом деле Мы разумеется Сначала читаем Что делали Другие люди И В данном случае Это действительно Проблема Потому что Историография Исследования Итальянистики Средиземноморских Исследований Это само по себе Ну как минимум Средиземное море Ну Средиземное Даже небольшое А это уже Пожалуй Побольше Разобраться в нём Практически Невозможно Если не потратить На это Большую часть Своей исследовательской Жизни Поэтому Очень часто Это богатство Историографии Исследования Средиземноморских Остаётся Как бы В туне Или В головах Очень немногих Искушённых Специалистов А поделиться этим Практически невозможно Каждый Начинает Имея это В голове Но изложить Историографию Итальянистики Это Практически Невозможная Задача С другой стороны Вопросы Методов И если Историография Пугает Студента И начинающего Исследования То Слово Методология И метод Его просто терроризируют И как правило Под методологией Подразумевается Вот Чего-то Непонятное Но звучит Красиво Почти обезьянный язык Зощенко Вот Это Методология Ну я пожалуй Не буду этим заниматься Я источники почитаю Источники Нельзя читать Без какой-то Методологии Метод Вообще Первичное Представление О том Что такое метод Это ведь По-гречески Путь То есть мы ищем Какой-то путь Причем твердый Вот как на болоте Вешками Развеченный И вообще-то Короткий путь Нет царского пути в науке Но метод Как метод Как ее понимали Начиная с Время Гуманистических исследований Это все-таки То, что нас куда-то приведет И на самом деле Вот эта Небольшая книга Суммирующая И Интересные На мой взгляд Наработки Историографии Она суммирует И возможности Пути Преподавания И исследования Пожалуй Главных проблем С которыми Сталкивается На большой длительности От античности До позднего Ренессанса И раннего Нового времени Исследователь Средиземноморий Это феномен Городской культуры Городской культуры Материальной Религиозной Где Переплетено Церковное И то, что мы называем Светским Мирским Настолько тесно Что это нельзя Разделить И вот Понятие Цивит В таком случае Для нас И понятие О некоторых Религиозных Темах Связанных Как ни странно Не только С менталитетом Но и с экономикой Это тот блок проблем Который Есть В Исследованиях Я пытаюсь Его передать Так как На мой взгляд Это нужно Для общения Для преподавания Так вот На мой взгляд Я излагаю Некоторые Методы Пути Которыми Должен пройти И студент И преподаватель Который Пытается Понять Культуру Средиземноморья Городскую культуру Особенно Мне кажется Это Может быть Полезно Человеку Который читает Курсы И общие Специальные А ваши преподаватели Мои коллеги Сейчас Читают Гораздо Более Разнообразные Курсы Часто более Разнообразные Часто более Разнообразные Читать Вот Эти Общие Становые Темы Можно Иногда Используя Казусы Используя Образы Используя Визуализацию Используя Некоторые Наработки Которые удачно Встретились В исследованиях Других коллег Иногда используя Собственный материал Как я в основном И делаю Потому что К сожалению После Очень пышного Цветения Итальянских Исследований И в В революционной Нашей Отечественной Школе Научной И в определенный Момент развития Советской Школы Вот сейчас В данный момент Средиземноморцев И так много Как хотелось И они Своими силами Специализацию По каждому Предмету Не могут вести Но С другой стороны Это их Вынуждает Быть более гибкими И более широкий Кругозор иметь Чтобы Помочь Другим Своим Коллегам Освоить Это богатство Кроме того Здесь В Нижнем Новгороде Есть Школа Средиземноморских Исследований Есть традиции Которые Поддерживаются Которые Идет От какого Исследователя С древолюционным Обучением Образованием Бэкграундом Как сейчас говорят Как его фамилия У нас чтение Проходит Соколов Это очень интересная И неоднозначная Фигура И Некоторый Омаж И этому человеку И школе И коллегам Поддерживающим Эту традицию Я хочу дать Этим Сегодняшним Вот своим выступлением Подаркам Презентации Это первая Первая презентация Вот сегодня Только идут Списываются Экземпляры И идут В книжную палату Вот вчера Сегодня И первая посылка Это Если понравится Будет еще Совсем горячие Пирожки Те темы Которые Входят В описываемые Мною Вот Несущие конструкции Исследования Городской Цивилизации Они также Вновь здесь В стенах Университета На конференциях Обсуждались Коллегами На разных Конференциях И Именно поэтому Я хочу Вот эту Итоговую Небольшую Но для меня Значимую Книжку Представить И сразу Благодарю Коллег Которые И на моем пути В моем Развитии Методов Мне помогали И пригласили Сейчас Ну и вас всех За внимание Поскольку Мне кажется Тема эта И сложная И благодарная Интересная Вообще Если считать Основной Ценностью истории Именно то Что она любопытна И доставляет Удовольствие Читателю А это Тезис Который Нам известен Из уст Замечательного Медиевиста Какого? Марков Блока Если вам встречалась Апология истории Выдающегося Французского Медиевиста И деятеля Сопротивления Так вот Если считать Хотя бы Это Истиной Да Удовольствие Истории Это и есть Ценность То Итальянскому Средневековью Наверное Надо поставить Высший Бал По шкале Потому что Средневековая История Италии Она не просто Очень живописна Почти всякая история Яркость этой Картинки И сложность Она же зависит От источников От сохранности Источников А именно В этом регионе Исторические Источники Радуют Многообразием Свидетельств Самогоразного Плана От Сохранения Артефактов И материальной Культуры До Частных Писем Дневниковых Записей И самое главное Следов Правового Характера Самых разнообразных Проявлений Деятельности Средневекового Человека А кроме того Как я уже сказала Исследования Историй Представляют собой Иногда Интереснейшие Истории Для прочтения Но вот Само это Многообразие И источников И литературы Как я сказала На самом деле Ставят Проблему Проблему Сложности Многообразия Выбора А чем еще Характеризуется Ситуация Городской Цивилизации Городской Культуры Италии Начиная с 13 Хотя бы 14-15 века Там есть Вещи Уходящие В большую Длительность Автентичность Традиции Есть Некоторые Инновации На мой взгляд Сразу Надо Выделить То что В Италии Как бы Нет того Что иногда Историки называют Молчаливым большинством Вот Немного Немного Народа Который не в силах Выразиться И составить Свидетельство Письменного Характера Там Собственно Нет Грамотность Достаточно высока Но Главное Необыкновенно активны В социальном И культурном Плане Они Не низы города Пополанство Граждане Гражданский Элемент Общества Простолюдины Тем не менее По статусу Представители Гражданского Слоя Они вставляют Договоры Пишут Расписки Завещания Причем очень часто Иногда Несколько раз в год Заверяют сделки Вступают В личные Имущественные отношения Но эти отношения Они отражают Очень широкий спектр В том числе Благочестивых пожертвований В связи С художественным миром Заказы Заказы Фресок Поминальных Различных предметов Искусства Кроме того Эти Представители Народа Народа Пополанства Как его называют Представители Общины Носителей Традиции Цилитас В ее средневековом Воплощении Они Занимаются Самоуправлением Этот социум Самоуправляется Поскольку Мы имеем дело С ситуацией Когда В Италии Существует Полицентризм Раздробленность Власти И Различные Слои Общества Так же как и Разные центры Просто Вынуждены Коммуницировать Достаточно Сложно Друг с другом И без посредников Поэтому Они как бы Невольно Коммуницируют Больше с нами Потомками Оставив Больше Сохранных Свидетельств При этом Профессионалы Чаще Выделяют Многоуровневые Устройства Общества Исследуют Разнообразие Центров И вариантов Развития Цивита Социально-политической Составляющей Этого развития Но Собственно Любители Истории А дилетант Это и есть Любитель Получающий Удовольствие Наверное Больше интересуют Собственно Артефакты Какой-то Изобразительный Ряд Некоторые Семейные Истории Впрочем Иногда Специалисты И читающая Публика Тут Меняются Вкусами Интересами Есть эпохи Когда Читателю Интересна Некоторая Структурированность Классификация А историки Начинают Заниматься Казусом Микроуровнем Некоторыми Личными Свидетельствами Свидетельствами Вот В институте Который Я представляю В институте Всеобщей истории Собственно Само его название Оно восходит Не История Мировая Неотечественная А к некоторым Понятиям О том Как изучают В принципе Понятия Всеобщие К некоторой Традиции 19 века И больше Германским Началом Есть Несколько Центров И отделов Которые занимаются Историко-теоретическими Исследованиями Есть центры Которые Сконцентрированы На изучении Частной Жизни Культурной Антропологии Некоторые Символики И Это тоже Отражает Многогранность Способов Изучения Средневековья В том числе И Итальянского Кроме того Я хочу Отметить Я отмечаю Это в своей работе Что Материалы Итальянской истории Например К периоду Поздней античности Или Ренессанса Позволили Историкам На протяжении Последних Веков Создавать Новые Как бы Прорывные Для своего Времени Модели Исследования Истории В целом Такие Ментальные Модели И основы Которые Постепенно Становились Общепринятыми Другими Коллегами Но именно В точках Изучения Средневековой Средиземноморской Цивилизации Прежде всего Вот этой Романики Возникали Такие Концепции Прорывные Что мне кажется Примечательным Именно Благодаря Тому Что очень много Возможностей Исследования И источников И уже Достаточно Много Наработок И способов Их интерпретации Приходится Искать Новые Способы Изложения Именно К итальянским Главам Истории Устремлялось Внимание Тех Исследователей Которые Стали Первопроходцами И открывателями Интеллектуальной истории Это направление Которой я занимаюсь Которой занимается Вот это Издание А Видные Представители Этого Направления Посвящали Своей работе Именно Италии Достаточно Упомянуть Имена Аби Варбурга Или Исследовательские Инновации Энтона Графтона Эти имена Вам пока Ничего не говорят Или уже говорят Кому-то Очень советую Запомнить Я думаю Что Будет случай Найти что-то полезное Для себя В работах Этих очень Давних историков Абсолютно Не устаревающих Некоторые темы Становились Будучи по сути Своей Не фундаментальными Тем не менее Становились Несущими Для исследования Средневековой И Ренессансной Культуры Например Для исследования Ренессанса Как не странно Такая тема Как исследование Астрологии Восприятие Ее Куманистами Стало одной из Возможностей Развития Исследований И Новых построений А для меня Такой темой Стала Тема роскоши Роскоши Ее восприятия Начиная От античности Это традиция Античный Цилицис А также Ее Средневековое Воплощение И поиски Средние века И Ренессанс Альтернативного Как бы Благочестивого Способа Траты Богатства Который Иногда называют Инвестицией Инвестицией В Верхний мир В прямом смысле Инвестировались Средства Как бы Небесное Украшение Церквей Собственной Гробницы И тому подобное Вот эти темы В первую очередь Привлекли Мое внимание Мне кажется Что Можно Выделить Как блоки Вопросов Отдельно Примеры И цели Демонстрации Роскоши И Второе Это Осмысение Представлений О роскоши И способы Взаимодействия С материальными ценностями Во вред И на благо человека Возникавшие Именно в городской Среде Именно в среде Где существовала Традиция цилиза Потому что Неодобрение По поводу Того Что в данный момент Считается Излишествами Оно возникает В разных обществах Но Именно В рамках Закона В рамках Представления Цивитос о себе О своем Благе И Вреде Общему благу Это Формулируется Только Континутетным образом В Традиции Цивитос Римской Римской Итальянской Тут Наслаивается Масса Разноплановых Свидетельств И О незабых Слоях Социума И об элите Общины В восприятии Роскоши Некоторые Искатологические Ожидания Духовные Устремления Средневековых Итальянцев И казалось бы Даже Вторичные Имущественные Споры О Возможных И невозможных Дарениях Отчуждениях Имущества Тем же Ну Несчинствующим О Законности И недолжности Демонстрации Статуса Члена Общины При помощи Средневеков Самописцами Детали Одежд Которые Собственно И становились Рано или поздно Преследованы В социуме У меня В книге Есть Такие Вставки Я могу Предложить Пролистать Начинаем Начинаем С этих Миниатюр И дальше А я попробую Здесь На компьютере Вам тоже показать Некоторые Из этих картин Как вы думаете Профессор 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 Во всех Смыслах А вот это Первая Использованная Для обложки Книги Картинка Где Как мне кажется Лепс Закон Стоит С мечом Рядом С этой фигурой Облаченной В одежде Детали От хаблуков Там у меня Есть вставка В книге Роскошь Новые головы Можно посмотреть Отдельно Если захотите И будут вопросы Я по каждой теме Визуализация Более 100 изображений Если кто-то попросит Обязательно Мне детали Одежды Или Ювелирные Детали Обязательно Все это Покажу Самым подробным Образом Но Суть моего выступления Она все-таки Не только в том Чтобы Показать Красивые изображения И Возможности Их использовать Но и в том Чтобы Проговорить Некоторые Проблемы Которые Существуют В современной Исследовательской Практике И И Собственно Первый Из Проблем Как Я уже Называла Это Изобилие Источников Знания О прошлом Давние Традиции Составления И хранения Источников Обширная Практика Изучения И Для Исследователей Возникает Вопрос Как Излагать Это Богатство В первую Очередь Аналитически Или Повествовательно Нарративно И Если Обратиться К нашему Первому Тезису О том Что История Исследования Итальянской Истории Оправдана Ну уж Хотя бы Потому что Оно очень Интересно То тут Пожалуй Нужно Прийти к Снятию Этого Тезиса Да Как Первичный Импульс Пожалуй Но Все-таки На таких Опорах Как Красота И стиль Нарративной Подачи Материала Невозможно Нести всю Исследовательскую Практику Исследователь Не может Обойтись Без некоторого Понятийного Аппарата Так называемого Птичьего Языка Не можем Оставлять Без Определений Без Доказательств Те Положение И даже Некоторые слова Термины Которые Историками Прошлого Воспринимались Как данность Как аксиома Мы вынуждены Все время Ставить вопросы К казалось бы Очередным вещам Вот слово Сантуарий Вам было неизвестно Но там всего лишь Латинский корень Нужно было подумать И узнать Что была такая практика Не просто осуждение А законодательного Преследования Не излишней роскоши А вот Например Слово Общество Вроде оно понятно всем Есть в школе даже Какое-то обществование Мы знаем Слово общество Можем найти его аналоги Да Там Латинский термин Мы знаем Но Описание Любого Явления Общественного Явления Оно Оно Невозможно Без попыток Сформулировать Для себя Что Такое Это общество Что такое Это социум Сообщество Исследования Эти проводятся Как на макро Так и на микро Уровнях Но Представление О том Какой малый Или большой Социум Мы исследуем Необходимо Отличать Понятие Наше Формулируемое Нами О социальной Группе О Гражданской Общине Средневековья Калмини Цивитас И о том Множестве Конкретных Общин Которые Существовали В истории Необходимо Отличать Уровень Нашей Логической Абстракции От примеров Конкретных Очень долго Историки Такого Ментального Люфта Не делали Но Это Не так Приятно Как раз Исследовать Красивые Картинки И думать О многообразии И сложенных В каком-то частном Письме Деталей Городского Быта Но Тем не менее Это надо делать Одновременно То есть Такие Слова Категории Как структура Социум-группа А также Те слова Которые Мы собственно Используем Для обозначения Методов Исследования На уровне Казуса Микроистории Они тоже требуют Пояснения Но Любой Узкий специалист В том числе И тренист Медиевист Как любой другой Профессионал Вынужден Все более Сложным образом Препарировать Имеющиеся Материалы И убрать этот Птичий язык Из исследовательского Поля Не получится Уже хотя бы потому Что отсутствие Этих сложных Но сжат Емких формулировок Формул Сделает Изложение Любой линии Исследования Невозможно Длинным Или Совершенно Фрагментарным То есть Есть некоторая ловушка Именно Из-за боязни Потерять Вот эту нашу Прекрасную Цветущую Сложность Средневекового Прошлого Современный Серьезный Исследователь Не пишет О предмете Своего Интереса В стиле Литературных Красочных Историй Нарратив Он Как бы подвергается Астракизму Именно Там и тогда Когда есть все основания Предоставить ему Пальму первенства То есть Для того, чтобы Пересказать Описать Есть материал Есть материал Очень красивый Но Тут-то и одолевает Историка Страх упрощения Вульгаризации Читатель Ставится Перед Тоже достаточно Сложной Задачей Одолеть сначала Теоретические Водки А потом уже Получить свою Порцию Вот Той самой Интересной Истории И специалист В данном случае Я Пытается совместить Все это в одном тексте Признавая Впрочем Обманчивость Надежд На создание Образа Целостного И объемного Панорама Истории Без Усложнения Несущих Исследовательских Конструкций Которые Поддерживают Не существует А сам Историк Воздвигая Эти конструкции Как бы Закрывает Красочный Задник Декораций Этот Красочный Театр Истории Который Он и вынужден Показать Но Мне кажется Что Есть возможность Все-таки Совместить И эти Надежные Опоры И эту Красочную Картину Я предлагаю Использовать Некоторые Темы Сквозные И несущие Для Темы Развития Городской Культуры Городской Циритос Как Своеобразные Окна В мир То есть На мой взгляд Сквозная Тема Долгосрочная Многовековая Борьбы С роскошью Также Как И Средневековые Представления О Святой Бедности И должном Благочестии Инвестиции В загробный мир И воплощение Этих идей Святой Год Крестьянский Юбилей 1400 года И его продолжение Эти святые Празднования Продолжаются До сих пор На мой взгляд Позволяют Выйти на ряд Очень многоцветных Ярких Интересных Контекстов Которые Нам и позволяют Понять Не просто Тему Преследования Роскоши В данном Конкретном Городском Социуме Но Всю Сложность И красоту Средневековой Городской Культуры Тем не менее Главной Из тем Которые Я анализирую В плане Историографических Наработок В плане Возможности Исследования Несущей Является Конструкция Является Тема Субтус Цивитас Церковь Это во-первых Понятие О благе общины И необходимости Борьбы с Роскошью Вторая тема Это роскошь На благо Затраты На проведение Христианского Юбилея В том числе Искупление Грехов Материальным Пожертвованием Траты На украшения И пышность В церковном Обиходе Третье Это То что можно Определить Как благо Нищенствующих Оргенов Средневековых И Вопросы О возможностях Материальных Пожертвований Этим Приверженцам Святой Бедности Четвертое Это конкретно Пожертвования На упокой души Собственной души Почти такая Египетская Забота О загробном Существовании Траты На место Последнего Покоения Свечи Службы Каждая Из этих тем Она Действительно Полна Масса Интересных Капсов Которые Так Или Иначе В В частности Инвестиции В В В Как вернуть вот этот блок? И тема пожертвований на упокой души, и тема несчастующее встречались в моей практике, и в данной книге изложена даже борьба между приходскими объединениями, то есть тоже существующими внутри городской ткани объединениями, и примеры роскоши благочестия. Давайте посмотрим. Это церковное облачение с прекрасной тканью. Это основная поза изображения благочестивого тонатора, чаще всего заказанная до его кончины им самим. В позе профильной такой обычно он так молится своему святому патрону, который тоже изображен на свете. Фрески предстояния патрону, и эти фрески, заказы художникам очень много способствовали развитию изобразительной культуры, которую мы знаем как культура возрождения и предвозрождения. Тут гробницы генералов ордена, нищенствующих, которые тем не менее поражают своим великолепием и интересными деталями. Еще одно предстояние Богородицы донатора. Роскошнейшие ткани, начиная с 13 века. И, собственно, один из самых ярких примеров. Вот эта церковь, если кто-то из вас был в Риме, это наиболее достижимый для нас центр Италии, благодаря дешевым туда турам. Это так называемый храм Малатеста, но вообще-то церковь Святого Франциско. Яркий след ренессансной культуры, а в позе предстояния находится один из самых известных тиранов, тиранов средневековой Италии, возрождения Синезмондо Малатеста, и предстоит он своему святому патрону Сигизуду. Мозаики украшения церквей, разумеется, это тоже благочестивое вложение. Фрагмент венецианской ткани с 13 века. Некоторые, чуть более поздние ткани, они сохранятся даже в музее московском историческом, и эту брошюрку можно тоже полистать, она останется на кафедре с этими тканями. Еще одна тема, которая очень хорошо визуализируется, это тема новой городской религиозности, которую воплощают ордена, прежде всего, доминиканцев и францисканцев, которые высказывают идею определенного ренессанса церкви, возвращения как бы церкви к его почти античной основе, которая, тем не менее, не была оттагуирована, поддержана церковью и папой. Но в основе которой лежит отрицание как раз роскошь и материальных благ, вот вы здесь видите сцену отречения от богатства и имущества францисканского, который из дома своего отца не берет ничего и остается многим хранителем заветов святой бедности. Как вы видите, во всех этих миниатюрах играет не просто Италия, а именно городская Италия, городская религиозность, которая, на мой взгляд, очень тесно связана с традицией цивитос и стимулирует ее сцены знания бесов из города. Но весь этот городской пейзаж играет не меньшую роль, чем городской пейзаж в теме запретов против роскоши, которые мы можем на примере правовой свидетельств исследовать. И, наконец, тема юбилея средневекового правоуглашенного папой Бонифацием, но явно по велению множества сердец и, прежде всего, представителей городской культуры. Вот это, как бы, сохранившаяся полностью регистрация фрески, которая в самом латерале сохранилась фрагментарно. Там осталась только вот эта центральная часть провозглашения Папы и Слочи Святого года. А в испанском списке более поздним сохранилась фреска так, как она была, вот с этой толпой, просящей у лоджии христианского юбилея. Это изображение символической города Рима и входа паломников через городские ворота. Город Рим изображен в образе льва, и наиболее ценные его части, соответственно, голова, сердца обладают христианскими реликвиями. И любая точка поселения, гемора, как говорилось в Нобеле, расположенная в этих символических частях, обладает особой ценностью. Вот эти примеры визуализации, они даны в моей книге и дают возможность связать несколько идей, которые вот в этом списке в адресе города Прато на имя представителей династии Анзю присутствуют тоже, мне кажется, в таком визуальном выражении. Это темы и возрождение некоторых идей античной цивитос, потому что античная цивитос борется с роскошью римская. И возрождение этой идеи наступает только в период как бы предвозрождения, не в ранней средневековье. Это тема возрождения некоторых основ церкви, такой, как она была общинной, не только институциональной, а именно социумной. И это связь идей благочестивых пожертвований и отношения к роскоши, которое должно быть у гражданина, у гражданина цивитос, у гражданина града Божия, небесного и земного. Вот это основные черты, которые я хотела отметить и которые в этой небольшой, но мне кажется, ёмкой книге даны. Я распространю меня в троих гиплярах, полистайте и любые вопросы по тексту и по сегодняшнему моему выступлению, мне кажется, помогут нам нескучно закончить этот день. Пожалуйста. Ну, какие-то вопросы сначала у старших коллег. Будем как на совете полкового, от старших к младшим. Я бы хотела услышать некоторые вопросы и, может быть, предложения разбить какие-то темы от генералов, а потом от генералов. Да, поскольку я смотрел уже эту книжку, да, мимо, да. Вопрос такой, Надежда Андреевна. Вы говорили, что та задача, которую вы решите пытаетесь, да, в рамках этого издания новых, да, очень хорошо может обслуживаться электронным форматом, да, то есть интертекстом, по сути, гипертекстом. Вы планируете как-то это издание, да, адаптировать вот для сети интернет? Есть такой план? Спасибо за вопрос. Мне кажется, очень важно, вы правильно заметили, та логика, которую я даже в бумажном издании выстраиваю, это логика вот не поступательного изложения и как бы раскладки горизонтальных всех предметов, а некоторое вертикальное, которое вот свойственно гипертексту и пробиванию ссылок. Мне сразу виделась необходимость сделать это либо интерактивным курсом, либо интерактивным изданием. Ну, там есть свои, некоторые подводные камни, но, в принципе, сейчас уже есть четкая договоренность создательство «Индрик», который, вы знаете, специализируется на исторической литературе, гуманитарной, широкого плана, но с классической традицией и славяноведением работает. И вот у них есть замечательная такая на сайте библиотечка, то есть архив, а он не стяжательский, он как раз совершенно корритативный и помогает из моря вот возможной литературы выделить некоторые, как мне кажется, лучшие моменты. Вот с ними есть наговоренность, что эта книга в таком чуть-чуть измененном виде будет там фигурировать. Так что следите за сайтом «Индрика», и я, разумеется, дам знать, когда это появится. И как интерактивный тюкс свой собственный, я тоже его собираюсь читать. То есть у меня уже была, если вы знаете, я дарила кафедре сидером на заре, когда появлялись такие электронные носители. Мы работали в 2003-2005-2006 годах, они перезапускались. Это был сидером, который назывался «Италия – страна городов, страна возрождения». Я была, знаете, первым в России попыток дать именно ренессансную, но только ренессансную культуру. Рядом слайд-шоу словарных статей, которые соединялись. Достаточно красиво мы для того времени совершенным образом. Но сейчас сидером уже выходит из употребления, и, естественно, уже пытаемся обходиться без такого носителя материального. Думаю, что вот сайт «Индрика» будет одним из классов. Кроме того, сайт моего собственного института сейчас активно обновляется, и, возможно, мы вместе с университетом, который ассоциирован с академией, и где я также прочитала весной прошлого года блок лекций в общем курсе истории средневековья и ренессанса, он даст возможность проявить вот эту важную интерактивность, тот посыл, который, собственно, задан в этой, хоть и опубликованной на бумаге работе, но подразумевающей возможность таких созданий гиперсекций. Спасибо. Я замечу тоже, да, если вот этот образ вот этого диска, сибиром, как я уже сказал, если кому-то потребовалось, я помогу, да? Он очень удобен, этот диск, да, в экзамене, то есть там визуальный ряд, извините, не замечательный. Да, если вы что-то читали до этого и знаете, то это очень поможет мобилизоваться. Ну, а нет, получите удовольствие, как завещал Марк Голл. Там даже музыкальная, я вас не помню. Да, там достаточно интересные. Ахмон ТВ будет еще более ранее произведение. Пожалуйста, пожалуйста. Александр Ильич, пожалуйста. Во-первых, поздравить вас с такой замечательной книжкой, которая и красивая, я надеюсь, когда глубже ее посмотрю, и по содержанию замечательная, но пока вот все-таки задам вопрос, пока мы окончательно не заснули, немножко теоретический, поскольку вы затронули в начале своего выступления методологию, у нас тут недавно, ну, как романиста-итальянисту задам вопрос, у нас в наших римских кругах возникла дискуссия в связи с выходом книжки одной большой Якова Юрьевича Межевицкого о «Принципате Августа», где он употребляет понятие «квазицивидас», показывая или доказывая, что вот та гражданская община, которая в конце республики с переходом к «Принципату», она уже была иной, чем классическая римская цивидас. И вот в связи с этим тут разные варианты у нас возникают, как это решать, как терминологически это обозначать. Все-таки вот эта мне менее знакомая, естественно, средневековая городская община, в чем, на ваш взгляд, если в нескольких словах говорить специфично? Я догадываюсь, что здесь параллельно или как-то в симбиозе существует с церковной структурой, но есть ли какие-то еще вот характерные черты, которые, может быть, диктуют иной взгляд и на роскошь, и на статусность, и на другие вот эти социокультурные аспекты, которые в вашей книге исследуются. И в чем вот своеобразие этой цивидас, беря, скажем, сравнением и с классическим исходным образцом, римским, греческим, античным, короче. — Спасибо за этот вопрос. Я даже встану, отвечая на него. Я считала совершенно необходимым углубить именно этот вопрос. И вот первая главка посвящена раскрытию, собственно, ответам на эти вопросы, если вы посмотрите историографию «Цивидас» и «Проблема с унтусом». А кроме того, в издании, которое мы вот общими усилиями делаем, и, может быть, Артем Николаевич об этом неоднократно напоминал, была моя статья, посвященная именно связи цивидас и с унтус с некоторой попыткой анализов различий и различий возможности интерпретировать законы против роскоши античной и средневековой. Действительно, широко употребляемое понятие цивидас, несомненно, требует как исторической, так и правовой конкретизации. Но долговременные попытки историков работать в этом направлении, работать параллельно с историками права, они очень разнообразны. И изучение общин древнего Лима, на мой взгляд, тут, безусловно, имеет пальму первенства, но оно и более известно. А вот изучение средневековой цивидас Италии несколько дискриминировано, как и изучение истории борьбы этих цивидас против роскоши. И тому есть объяснение. Например, все античные законы против роскоши мы можем назвать, поименовать. И я это тоже делаю в своей работе. А вот все законы средневековые и ренессансные, на итальянской земле были процветшие, мы назвать не можем. Их настолько много с определенного момента. Вот их нет. И вдруг они появляются сначала в процветающих морских коммунах, в Гену и Пизе, в некоторых перерывах. Появляются в наиболее развитых коммунах Италии. И дальше они идут лавиной. Я, собственно, анализирую только некоторые вот эти базовые первые примеры. А дальше в каждом замке маленьком, в каждом совсем небольшом, хотя и славном городке, в общем-то, античный Тибур, но, извините, это деревня средневековой Тибули, где кроме фонтана и водопада и места, где подозревают наличие смелы, в общем-то, особо ничего нет. Так вот, там успевают внутрь статута городского внести какие-то сообщения о том, кто может иметь публиксы драгоценные. Может ли это иметь Нобель или и представители крючкотворов, нотарией, их новые привилегированные слои, их жены. Но так или иначе поименовать все запреты против роскоши средневековый и ренессансный невозможно. Или нужно будет посвятить только этому перечислениям все время. Дальше, в отличие от античной Цивитос, тут историк средневековый и ренессансный с проблемой... Цивитос имеет дело наряду с проблемой меньшинств. И очень часто законы против роскоши в историографии средневековой и ренессансной изучении литературы фигурируют не в том контексте, который я выделяю, а я выделяю именно античную основу и средневековую, а выделяют не цивильные моменты. Говорят о запретах некоторых деталей костюмов женщин, дам средневековых, наряду с запретами, которые существовали в отношении платьев евреев, скажем. Одежды проституток, а не предписывалась определенная одежда, желтые, четкие, скажем. На мой взгляд, это при том, что важные и интересные контексты уводят нас от рассмотрения магистральные темы. С другой стороны, еще раз, я не могу и ни один из историков, в отличие от наших коллег-античников, не может проинтерпретировать все известные, хотя бы опубликованные, даже не просто существующие, законы против роскоши, в то время как там Лев Старентины и Эрмитана, они хорошо проинтерпретированы. История античной общины – гораздо более известные сюжеты-исследования, дающие более четкую историографическую картину. А в Средневековье сам термин «цивитос» обозначал, да, он как и в античности, и город, и общину полноправных граждан, но еще и епископский центр. Это традиция архозии античности. Термин «коммуны» от вульгаризированной формы «коммунио», «коммунио» общий, да, чисто средневековый. Он появляется в источниках на рубеже тысячелетия, но не вытесняет термин «цивитос», а существует с ним. Этот термин, как вы правильно заметили, коллега, конечно, связан с церковной практикой, да, со словом «коммунио». Поэтому мне так важно было внедрить тему не просто городской религиозности, а вот ее носителей и людей, и общин. Общины приходской, общины, которые выстраиваются вокруг церкви или капеллы миноритов, и объединить это с пространством городской культуры, в том числе этой культуры социальной. Потому что это действительно поле не только религиозное, но и социальное, политическое и экономическое. Например, пожертвования материальные в пользу церкви, за которые они боролись ради престижа, не ради стяжания. Это сразу три сферы, а не только религиозные. Даже строительство, возобновление в церкви, опера, селфабрика, в источниках передается, это и постройка сама, и совет. То есть тоже некий социум, который возникает внутри средневековый цивитос. И, конечно, это понятие более размытое. То есть я, будучи специалистом, поддерживаю все попытки, тем не менее, выделить специфику стадиальной какой-то, античной общины развития, изучения ее. Но все-таки картина менее дробная у вас, чем у нас. В своем стадиальном развитии то, что определяется как цивитос, а может определяться как коммуния, гораздо более многообразное явление, или у нас гораздо больше источников с локальной спецификой, чтобы ее рассматривать. И, соответственно, гораздо больше разнообразия историографической палитры. Некоторые, например, настаивают на публичном характере. Цивитос средневековый, вот когда она приобретает публичные функции, коммуна, публичную власть, вот тогда она и коммуна, а до этого нет. А есть контрперевороты историографические, которые постоянно совершаются, ну, по крайней мере, с 60-х годов прошлого века, и связаны, в частности, с такими именами, как Джина Фазолли. Вообще, итальянские исследовательницы, они потрясающе много внесли в развитие исследования цивитос. Цивитос у нас женского рода, как вы знаете, да, по-латыни. А когда мы говорим об этом гражданском духе, вот почему-то тут женский, пытливый, ну, внес очень много интересного. В частности, поставил вопрос о совершенно частном характере общины, что коммуна возникает как продукт совершенно частного временного договора лиц частных, горожан, соседей, селян, заключенных с конкретными утилитарными целями, как круговая порука. И вот эти две традиции, они до сих пор борются в историографии и приводят к огромному столкновению. Есть точка зрения, которую в свое время интегрировал человек с почти кульским именем Антонио Иван Пинни, проводя параллели между системой отношений зависимости, создавая в разные исторические эпохи, создавали типологию общины. Для Фазоли под Цивитас подразумевалось и для всего поколения 60-х в основном городскую общину средневековья, а предшествующая стадия по отношению к коммуне. Но Фазоли и ее направлением историографии роль античной Цивитас не рассматривалась вообще как определяющая для формирования средневековой Цивитас. В то же время мы знаем, что из 19-го, 18-го века идея о непосредственном континенте общины существовала. И время от времени она как Феникс под разными предлогами возникает, опять-таки доказывая на конкретном примере действенность этой концепции. Некоторые рассматривают средневековую Цивитас в рамках предложенным Элиасом изучения процессов цивилазинг-просс, применительных к средневековью. То есть цивильность там вообще отдельный вопрос, связанный с городским сообществом, но с некоторой элитарной культурой, культурой знати. Есть другой подход, подход ТЮБИ некоторых поколений школы, который и Цивитас, и институты понимают как систему практик и независимых ассоциаций. А поведение и действие людей выводят из некоторых идей, которые ими управляют. И вот идею Цивитас или Каманы считают именно такой головной идеей. Воплощение ее практическое совершенно различное видит. И все эти концепции имеют право существования. Я не могу сказать, что вот эта конкретная концепция права, и сейчас мы думаем так. Слава Богу, вот сейчас есть время некоторого плюрализма мнений. На мой взгляд, просто надо знать все это разнообразие наработок средневековой историографии, в смысле наработок современных исследователей, исследователей второй половины XX века, связанных со средневековым миром. Потому что они крайне интересны, и каждый из них может быть выигрышной дорожкой вот этим методом в каком-то определенном случае. Но из-за вот этого многообразия наших позиций, мне кажется, мы проигрываем. И перед общественным мнением, и вот как консолидированная медиевальная корпорация, потому что нас меньше знают. И в частности, и то, что у нас больше источников по истории Цивитас, и даже по истории борьбы с роскошью, не дает нам преимущества по сравнению с коллегами-античниками, к которым мы, конечно, всегда относимся с пиритетом. Авторитетные исследователи темы субтуариев и итальянского средневековья, например, в Моцарелле, владеют полностью красочным материалом от деталей истории костюма и дорогих украшений горожан, до тем финансирования, тем сквозных изучения Цивитас. Но они абсолютно никому не известны. А вот исследователи античный Цивитас худо-бедно как-то вбиваются в головы первокурсников или, по крайней мере, выпускников кафедры. Так что мы здесь и слабее, и сильнее, но я весьма благодарна за вопрос. Я его честно разбираю и достаточно подробно у себя в этой, хотя небольшой, но, мне кажется, достаточно емкой работе. Спасибо. А можно вдогонку более конкретный вопрос? Опять я вот вспоминаю, там на работу Владимира Александровича Кошнина Вы ссылаетесь. Да, совершенно справедливо. Какие вот были сферы роскоши, новые в средневековых, итальянских, в частности, общинах, по сравнению с Римом? Вот в Риме, скажем, там ограничения на перы, на погребения, что-то вот ушло, что-то пришло. Вот именно поэтому... С одеждой там понятно, да? Да. А вот не совсем понятно. Во-первых, конечно, были и в средневековье запреты, связанные с едой, но мне кажется, что античность гораздо больше фокусировалась на еде, а в средневековье это важный блок. Я им занималась, рецензируя книгу Монтанари «Голоди и изобилии», но не включила эти материалы в данную книжечку, потому что часто они не табуировались вот на уровне законодательном. А просто существовали понятия о том, меняющиеся, можно ли там есть мясо. Так были моменты, когда раздачи мяса шли в бедном нищем от монстре и ранее средневековые мясоеды. Потом меняется это представление. Есть представление уже позднесредневековое об иерархии еды, как вот она в природе расположена. Что там выше летает птица, это для высоких, так сказать, душ и слоев. А то, что ниже, оно хуже. И некая жена горько сетует, что супруг ее оставил с пуском какой-то телятины или баранины, а вот сам пошел на пир, где он будет есть изысканную птицу. Но это все еще в рамках легитимного, не табуируется законом. А основной как раз момент переносится, почему я так много переношу на ткани и платья в этих рисунках, потому что в средневековье в первую очередь вот эту вот статусность одежды и того, что человек носит на себе, ставят во главу угла. Но в частности это потому, что в античность вопрос о пирах – это вопрос о самой цилиндос. С одной стороны, те средства, которые тратятся на общие пиры, они могли бы пойти на благо цивитов, не знаю, на пуническую войну, но с другой стороны они же способствуют общению, объединению. И в поздний период некоторые запреты можно интерпретировать в античный, как мне кажется, я думаю, это не только мое мнение, как запреты на вот эти объединения, общение, стремление хоть чуть-чуть уменьшить социальное общение. В средневековье ситуация иная, и гораздо больше играет роль статус и демонстрации статуса, борьба за статус. И вот то, что ты непосредственно носишь и показываешь, в данном случае очень важно. Вот это с одной стороны единица, а с другой стороны это не просто единица, а семья. И вот почему я считаю, необходимо фокусировать вопрос об одеждах и деталях одежды. Например, средневековое изобретение пузы, которое просто не было в античном мире, это новомодное введение, которое сделало вообще другим мокрик одежды, позволило крой одежды осуществлять швы. Вот эти одежды, они играют большую роль в демонстрации статуса представителя семейства или члена общества. И женщины, они не только фронтихи, которые от своего ума и сердца придумывают себе костюмы, это еще витрина, выставка богатства семьи. До тех пор, пока стеклянные окна не стали такой повсеместной практикой, это тоже новое изобретение и достаточно дорогое, то выход в этих одеждах должен был осуществляться на улице. И, разумеется, с благословения супругов глава семьи или мужских представителей, которые, в отличие от женщин, не бывших в глазах общества членами общины, членами цивитос, тем не менее очень многое в демонстрации статусов показывает. Есть единичные примеры, может быть, уже известное вам имя автора хроники Вилане. Вот его супруга вторая, нисколько не посчитавшись с его мнением, тратилась страшно на туалеты, за что он платил штрафы и налоги, и сетовым. Явно он этого не хотел. Но большинство средневековых семейств, они явно санкционировали вот эту выставку не только невест, а своих жен или даже матерей семейств в этих облачениях. Те свои, которые входили в топ общины, создавали новые элиты, например, уже упоминаемые мной не раз крючкотворы, нотарии, первым делом пытались для своих супруг и для себя легитимировать те же элементы одежды, роскошные, которые признавались допустимыми для аристократии. И в первую очередь это такие детали одежды, как каблуки и публицы, перламутровые публицы и некоторые другие украшения, которые были связаны с средневековой ментальностью. Может быть, они и раньше бытовали, например, коралл. Коралл как способ сохранить здоровье, защитить младенца. Мы часто на картинах с младенцем Иисусом это видим. Вот это, в общем, по вере средневековой, но элемент роскоши, украшение жемчуг, золото, как оно и было, но также и публицы, и даже изящные шнурки, и качество тканей. Это все предметы особой заботы и демонстрации статуса, и запретов, которые, на мой взгляд, не были так важны. Там, ну, конкретно пурпурные ткани, да, они всегда протекуируют, понятно, сколько там ушло состояние. Но вот эти внимание к деталям и попытки демонстрировать статус, а не просто роскоши, они более важны для средневековья. Плюс тема погребений, у меня тоже ведь была эта логика именно из античного материала. Но вот исследуя тему завещаний на погребения и гробниц, я тут вывожу абсолютно другую идею средневековья, которая и является вот той самой благочестивой, разрешенной роскошью и даже инвестицией в свой духовный потенциал и загробный мир. Это очень важное отличие, поэтому я уделяю ему целую главу и достаточно большую. Вот к этому относился визуальный ряб с фигизмунда Малатеста, с его, собственно, храмом самому себе, который даже подменил название, и все варианты просто росписей, которые заказывали на погребения, варианты заказа служб конкретным общинам, из-за которых происходили споры и частных лиц, и церковных конгрегаций. Этот вопрос тоже у меня изложен от тяжби нищенствующих братьев против приходских. Но еще раз благодарю за вопросы. Все вопросы очень в цель и позволяют мне проговорить то, что я опустила в момент, когда делала презентацию. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Еще, пожалуйста, вопросы. У нас молодые коллеги, да? Вот у меня вопрос. Продолжение разговора об одежде и о точке предметов роскоши. Когда я вас сейчас слушал, у меня возникла мусор. А как относились вы в средневековой Италии к людям, которые имитируют дорогие предметы роскоши, но с помощью, так скажем… Бренды поддельных. Да, поддельных материалов, позолот, ну и так далее. Вот это не подсудно. То есть, если они не пытались их продать, не пытались подарить под видом драгоценностей благочестивый, да, то, разумеется, это, так сказать, частное дело. Мы тут рассматриваем все-таки дела общественные и именно правовую регламентацию. Ну, подделки чего-либо всегда были вплоть до того, что тот момент итальянской истории, который я анализирую, это уже начало подделок античности, да? Их уже делают и почти в промышленных количествах. Но это не имеет отношения к вопросу борьбы против роскоши и инвестиций в загробный мир. Но вопрос очень хороший, с ним можно поработать. Вот особенно попытки подражания античности очень часто нелепые. Но вы видите, что интерес к античности, он очень яркий, хотя бы по этим миниатюрам, в которых принял участие учитель грамматики, тоже, собственно, античной традицией. Их тринували до брата, который был первым учителем в грамматики Петра и его брата. Вот вы видите, что античность, она занимает умы этих горожан. Они хотят эти образы использовать для общения. Также они хотели и для, в каком-то смысле, для коммуникации подделки использовать. Их становится много. Тема подделок есть. Но и фальшивые меры и весы, скорее, вот эта проблема средневековой регламентации. В каждом даже маленьком городке, даже в замке, в статут включал хотя бы один пункт о том, что эталон меры и весов, он должен храниться не где-нибудь, а в церкви. Вот чтобы в случае чего можно было посмотреть, а точно его никто не подменил. Вот эта проблема очень важная. Более важная, чем попытки подделать какой-нибудь насильный предмет. Хотя и попытки сделать его похожим на античность для придания ценностей могли быть. Но вот это не атакуировалось законом. А закон, вот тот, который со счетом тут выходит, он в других случаях проявлял себя. Скажите, пожалуйста, встречались ли в вашей практике в миниатюрах изображения каких-то мифических существ? Если да, то с какой целью они изображались? О, да. Ну как, если вся античная мифология снова актуализировалась в городском инталитете, то, ну как, Пегас для вас реален или нет? Ну, во всяком случае, вот в этих миниатюрах, поднесенных от имени города Прату, есть и вот на фоне этих мифов, там есть, ну как я говорила, музы и грации прикрыты. Не знаю, насколько они для вас реальные существа. Есть Пегас, но и, конечно, есть всякие такие похожие на описанные Данте в его путешествии с Вергилием, да, на спине. Есть вот такие вот звери. Вообще, Средневековье с его образностью, оно все живет вот такими мифическими креатурами, и просто они скорее интересны тем, что встречаются в таких текстах, которые мы как благочестивые отделяем от такой живой иммогологии обычно, а в псалтирях там их полно, в какой-то тексте по грамматике или риторике или при переписи какого-то серьезного трактата античного может встретиться, да, весьма однокоменный зверь. И вот это как раз не табуировалось и законодательно не наказывалось. Сейчас бы уже было десять каких-то стояний молильных и попыток очистить документы, доступные всем от таких ярких образов. Они очень смелые. Но вот это показывает, что Средневековье не боялось тогда. Тут не боялось религиозное. Сознание было настолько сильно, что оно мало чего боялось. И не признавало тех рамок, которые сейчас существуют. А как раз современное деление нас, насветское и сакральное, жесткое, оно показывает, что сакральная жалость, как шабренивая кожа, что его нет, раз есть эта возможность провести границу. Нет, Средневековье играет с мыслами. И уж точно там есть очень яркие всякие образы мифических животных. Вам лично из Фейсбука пришлю миниатюру с Пегасом. Она у меня одной из самых главных. Даже лидер Питер там стоит время от времени. Именно из этого трактата, посвященного адресу города Прату, адресованного Анжу. Спасибо. Еще вопросы? Позадарите каприши. А то мы обменяемся. Могу еще вставить, как я обещала. Еще можно вопросы? Все-таки вот в книге затрагивается тема тоже очень интересная. Когда определенные предметы, атрибуты, связанные с запретами изначально, становятся многими поводами для демонстрации той же роскоши. Эту тему чуть-чуть нельзя раскрыть. А конкретно какое место? Ну, конкретно, допустим, требование к женщинам покрывать волосы. И то, что следует за этим. Что перевернуло ситуацию ровно наоборот. То есть мы имеем такие... Логика запретов, она плоха тем, что она всегда опрокидывает свою противоположность. И не потому, что ее отрицают. Действительно, волосы и ветхозаветная иудейская традиция покрывать голову, что относилось всегда в христианстве только к статусу замужней женщины. Да, это еще надо было заслужить. Это не вот как у нас РПЦ и РП ходят в платочках с двух лет. Это атрибут замужней дамы, статусной дамы. И, соответственно, они всячески начали его обыгрывать. То есть превратили благочестие в украшательство, в украшение волос, очень даже дорогое. Были очень разные способы плетения таких серебристых и золотых нитей в волосах. Были покрывала. И в том же прату в соборе интереснейшие есть примеры головных уборов женщин. И ряд у меня здесь приведет. И, соответственно, проповедники обрушивались на этот ужас. А длинные юбки, конечно, тогда не носили длинные, носили благочестивые длинные. Но удлинение этих одежд, которые тоже показывали статус, оно тоже казалось строгим носителем морали и нравственности, ухищрением дьявола и рисовали количество бесенят, которые на этих волочащихся подолах роскошных может усидеть. Вот, собственно, и здесь, из портрета конца Патрачента, 81-х годов, Лерон Чо Деланди, мы видим интересный момент головного убора, в который притяны жемчужины. Вот такие вещи удостаивались особого внимания. Собственно, вот Пьера Дона Франческо, пожалуй, здесь показывает вот такой образ очень простого, полупрозрачного плата, который здесь, конечно, элемент благочестия, но, в принципе, вот эта прозрачность, она никак не запрещает любоваться красотой волос, и такие накидки были очень приняты среди представительниц знати. Вот такой способ убранства волос, как на этом изображении Анны Алансонской, которая была обручена, с последним династией палеологов, Мархиза Мухераскин, показывает моду. Ну, и жемчужина у нее очень красивое жерелье, и вот эта вот сетка, да, которая и позволяет любоваться ее прекрасными волосами, и еще приносит ей отрослишь. А вот фрагмент обеяния дам и головных уборов из цикла изображающих Рождество Богородицы тоже потрясает своим разнообразием. Тут еще профилированные складки одежд, которые антикизирующими вот считаются. Именно намек на некоторую античность, как, собственно, складками делали одежду. Вот это, кстати, изображено благочестивным жилописцам про карнералы. Это монахничествующий орган, только не францисканцев, а доминиканцев. И сюжет, да, благочестивый, «Идея Марии. Видение в окрас». Вот знаете, какая роскошь. Одежда, деталей и вот особенно головных уборов. Ну и у Филиппа Олиппе в моменте встречи Яким и Анны, да, который отмечается особым праздником, в начатии Анны. Вот он показывает, насколько интересные, вот почти восточные тюрбаны здесь. В определенных социумах могли они табуироваться и категорически запрещаться. Но не во всех эти повторялись под копилку такие законы. То есть в одном социуме это было табуировано, в другом нет. А вот такой, конечно, элемент, как корона, только здесь на мифическом персонаже, на представитель вот этого воображения, на рассказе о мифе, может быть, и показывает нам богиню. Но, скажем, корона и ношение ее, оно практиковалось в ведьминской и всякой гадательной практике. И наличие такого атрибута, как корона, на котором просто произносили даже не надевая на голову некоторые фразы, это точно табуировалось, прежде всего, инквизиции, потому что это первый признак того, что колдует. Женщина, так же, как и распущенные волосы, просто не убранные, полкинь, скажем, были очевидным признаком того, что мы имеем дело с ведьминами, которые уже сейчас находятся в процессе колдовства. Но это уже другая иллюстрация. Спасибо Ивану. Надеюсь, эта тема может быть поднята во время следующего. Если нам пора сегодняшнюю встречу завершать, если вопросов больше не возникло, но я еще раз благодарю всех, кто сегодня пришел, я в завершение хотел бы сказать. Вот посмотрите, проблема, которая высвечена, выдвинута на первый план Надежды Андреевны, она позволяет, по сути, в разных совершенно направлениях двигаться, но очень важных и очень интересных. Здесь история потребления, скажем, взаимосвязи, производства потребления, с одной стороны, и история моды, с другой стороны, поскольку большая часть из вас вот только-только приступает к научно-советской деятельности, мы вам желаем тоже, ну, может быть, не сразу, но со временем, да, обрести вот ту проблему интересную, то поле, да? Давайте сразу. Вот почитаете мою книжку и обретете сразу всю мою логику. Ну, я ведь вот к этому пытался привести так многословно, да? Поэтому читайте книгу Надежды Андреевны. На капитале она будет, в библиотеке она тоже будет присутствовать. И если вам интересно, присылайте пожелания относительно следующих встреч. Я благодарю команду, новую команду Виктория, научно-научные студенты, которые нам помогают на протяжении последних месяцев. Большое спасибо. Надежда Андреевна, ну, а вас мы благодарим и поздравляем с выводом этой книги. Спасибо.